всем привет с вами алекс канал берега сегодня о вулканах и землетрясениях как обычно включаем наш кинотеатр и и смотрим что происходило на солнце начнем с этого на солнце мы видим выделение и судя по всему здесь опять направлена в сторону нашей планеты да мы видим одномоментно ну здесь немножко скос идет да все таки в правую сторону но другой стороны мы видим что и в южной стороне здесь вот запад от солнца тоже мы даже левее от солнца мы здесь видим тоже выделение плазмы которая происходит и довольно-таки с большой скоростью потом вот еще вспышка основная да отлично видно процессы которые происходили за последние сутки но это последний кадр мы здесь можем увидеть сгустки плазмы вот сюда получается на юг от солнца ну и восточный здесь тоже можно увидеть вот плазму здесь вот то есть судя по всему какие-то легкие геомагитные возбуждения продолжатся теперь давайте посмотрим что же за чистокол мы видим по приборам своих этих сколько вспышек c и все закончилось м1 15 и потом упала опять к исходной линии интересная картинка да то есть вот эти вспышки они были прямо как серия такая нашли одна за одной практически да как вот автомат там стреляет так вот и примерно такие же события на солнце но все очень умеренно даже цикла смыть и понизили до 95 процентов м-класс 20 а x класс вероятность до одного процента какие зоны участвуют сейчас на установлен 35 29 и 36 ну и 37 кстати тоже подсоединяется то есть 35 36 37 давайте посмотрим где эти зоны находятся внутри 6 а вот здесь вот она уже от нас отворачивается к так же как и 25 там 37 вот здесь с юга была на 38 вот здесь вот 35 это вот как раз недалеко от экватора эти зоны будут играть ближайшие дни большое значение мне кажется здесь вот тоже чуть южнее экватора еще одна зона то есть давайте сюда выпишем 41 номерок вы выписали 34 40 как вы просили 34 39 все точно ну теперь ребята надо выписать еще один номер 34 41 и вообще будет судя по всему окончание недели вполне таким интересным давайте глянем статистику по активным зонам у нас получается 9 активных зон и 47 пятен то есть ну не так уж и много а вот в этом диапазоне здесь кстати дырочка такая видна до направленная прям сторону нашу планету посмотрим на сейсмичность здесь мы видим вот вот видите такой прям чистокол и на графике вспышек чистокол здесь чистокол то есть все довольно-таки а бодро развивается ну давайте теперь посмотрим ты да смотрите вот он красивая дырочка здесь как брови такие да такая как галочка в северном полушарии мы видим такое очень-очень интересно так ну теперь давайте перейдем что же у нас по факту а по факту то у нас геомагнитная буря разыгралась сейчас мы эти кп индекс дошел до семерки то есть это геомагнитная буря третьего уровня третьего уровня уже достигли плюс вчера отмечалось многими людьми северное сияние еще такой период самый удобный для северных сияний когда близко к равноденствию вот владимир задуман пишет екатеринбург северное сияние это игра в удачу можно приехать на точку смотреть часами ничего не поймать я уже собирался домой как вдруг внезапно небо забомбило побежали яркие вспышки причем видимые не вооруженным глазом свод над головой горел буквально минут 10 а эмоции остались навсегда теперь моей коллекции есть вот различные си снимки и вот такой вот совет если станете случайными свидетелями подобного явления старайтесь как можно громче свистеть кричать хлопать тогда она будет переливаться вот видите какие советы дают но так ребята умудрились даже с кавказа снять северное сияние это широта 43 градуса северной широты представляете как далеко распространилась северное сияние к сожалению вот у нас здесь была облачность и поэтому не видно было ничего так можно было тоже посмотреть здесь у меня тоже есть горы с горку лучше видно такой совет но по прогнозу сегодня он будет еще сверкать вовсю завтра будут сполохи но мы видим что там еще что-то выделяется то есть скорее всего будет в каком-то таком тоническом состоянии несколько дней так теперь давайте посмотрим по вулкану вулкана держит марку 64 вулкана при норме 40 то есть так и превышает чем это превышение уже не один месяц висит давайте посмотрим какие же вулканы сообщают это суванози джима в японии майон на филиппинах затем килау и здесь что-то там у них с озером перестала она снабжаться лавой лава озеро ну пока теперь там выброс в мексике на 6700 метров с антигвита гватемала 4 600 метров и фуэга там 4 600 метров выброс пепла вот такие вот сообщения приходит со всего мира про вулкана теперь давайте посмотрим что у нас с сейсмичностью у нас 54 крупных землетрясения при норме 50 то есть очень близко к норме из последних за последние сутки удар оранжевого цвета можно здесь увидеть на юге атлантики тихого океана измените все землетрясения практически у которой тихого океана 48 на глубине 10 километров затем вануату 48 на глубине 158 километров опять же вануату 4 9 на глубине 231 километр соломоново острова здесь 4 9 на глубине 36 и 6 километров 48 на филиппинах на глубине 68 километров ну вот самое основное то 6 и 3 в японии на глубине 183 5 километров вчера смотрел в одном паблике там возмущенные подписчики почему не публикуете японию а потому что там эффектов 0 понимаете несмотря на то что 6 и 3 глубина 183 5 километров и там даже не обратили внимание ну ощущали во многих регионах но не обратили вот острова яйцо здесь 5 и 8 на глубине 10 километров здесь более чувствительные но там мало кто живет и 5 и 5 сегодня мне 64 километра это восточная япония побережья в общем то запад тихого океана очень бодро так давайте посмотрим теперь на аляску что здесь интересного здесь мете двадцатка практически мелких землетрясений 32 на глубине 36 километров здесь весь залив землетрясения и уходит даже на север сюда в центральную часть 2 и 2 9 половина километров 2 и 3 на глубине 17 километров и по югу смотрите распространяется а в сторону канады здесь 20 на глубине всего 100 метров и вот уже в канаде здесь 21 на глубине всего 700 метров так ну давай здесь в проекте килау 2 в двоечку на глубине 43 километра и давайте глянем что у нас тут интересного в калифорнии что-то такое тут реально интересное происходит здесь 45 на глубине всего 2 и 8 километров то есть вполне вполне ощутимо было и 32 на глубине 1 и 9 километров вот что пишет ольга шаламова по поводу этого землетрясения алекс добрый день когда читаю комментарии людей из тех мест где были землетрясения очень часто пишут что был один толчок потом 2 либо пишет одна волна потом 2 почему так происходит вот и сейчас калифорнии 45 и снова комментарии что было две волны афиксируют как одно землетрясение вы знаете вы абсолютно правы потому что землетрясение одно а волна не разные да есть ps волны то есть ну для такого простого понимания есть волны которые как бы в горизонтальной плоскости и которые вертикали и проблема в том что у них скорость прохождения через разные среды варьирует между ними и вот на этом как раз и построена методика сканирование да что у нас находится в земной коре когда смотрят собирают множество этих землетрясений которые произошли и смотрят как эти волны распространяет распространялись и если у них есть разница то скорее всего там какая-то магматическая камера какая-то разница пород либо там вообще пустота какая-то и на основании этого делается вот такие выводы о том что какое строение имеет ну конечно это все относительно но хоть что-то так дальше 33 вот здесь на глубине 900 метров в океане в тихом на границе с невадой здесь так двоечки на губе 64 километра здесь двоечки на полтора километра но в южной калифорнии это тоже мелкие землетрясения западный техаса продолжается здесь 2 и 2 на 7 и 7 километров что еще у нас здесь оклахома 24 на году четыре с половиной километра и вот в самом центре сша штат небраски небраска м34 на глубине 10 километров вот такие интересные события в америке происходит а у нас техас вот здесь трясет калифорния есть связь между калифорнией техасом понимаете вот прогностическая как раз говорил что кто-то мне задавал про сан-андреас там что картина показывает что что-то крупное готовится понимаете что там происходит какие-то движения глубине так давайте посмотрим да вот этот метод можно назвать как томографии да из медицинские метод томографы да такие приборы но вот это не прибор как бы планету мы так сканируем 38 на 33 километра 36 в порте рико на 59 километров 2 и 6 здесь и 30 на глубине 15 километров но вот это была американская служба а теперь вот ребята вот такой сюрприз у нас монитор опять забарахлил что-то зачах немножко и вы знаете я стал поискал и нашел вот ребята которые сидят на камчатке но ведь они выпустили такую неплохую карту я думаю что мы можем пользоваться результатами здесь во первых смотрите здесь ракница по магнитудам по размеру да здесь магнитуда 21 глубина 17 километров то есть глубины здесь тоже по цвету то есть красные это не глубокие а потом очень легко не надо ничего не кликать просто навел курсор и раз тебе выдает что в исландии 36 на глубине 3 километра это был ян маен вверху норвегов смотрите здесь канара выдает 1 и 9 на глубине 9 километров в районе гибралтара 3 и 3 на 10 километров и 2 и 5 2 километра в португалии 1 и 9 на глубине 4 километра видно что мы можем сразу оценить мелкую сейсмичность по северу италии да вот здесь вот уже и чуть побольше в районе флоренции как раздают у нас флоренция адриатическое море на кстати последние дни тот были события но знаете здесь три ноль сразу видно да тут можно различать 30 и так только вот как они разделяются когда они накладываются здесь слишком много землетрясения ой здесь смотрите здесь основное суть посему 30 а в нем то еще тут как понимаете как матрешки практически вот 2 и 6 здесь 26 какая серия бодрая до в италии вот вот такие вот дела и хорошо здесь видны аэропорты транспортное сообщение города 2 и 4 на глубине 31 километр мне кажется что это очень-очень такая удобная карта смытью здесь вот рядом с ницей 2 0 на глубине 5 километров южной франции в адриатическом море 2 и 2 на глубине 9 километров а вот здесь мы видим средней глубины раз она стала уже оранжевым здесь 2 и 9 такая вот глубина так что мы здесь видим 2 и 8 у стамбула 2 и 5 11 километров много мелких землетрясения здесь 3 1 12 километров 2 и 7 на глубине один километр это у санторина единственный достаток что они не указывают здесь конечно какому вулкану что принадлежит но в принципе как-то с этим можно тоже приработать сюда опустить эту информацию в 2 и 3 на глубине 91 километр у анталии здесь же мелкие землетрясения видно хорошо сейсмичностью здесь ранее до семерки здесь 2 и 8 9 километров 3 1 на глубине 5 километров на востоке турции здесь двоечки и северо-западный иран так но вот средняя азия мы видим сразу здесь какой-то рост идет активности здесь 40 на глубине 9 километров это северный ран таджикистан у нас 46 на глубине 35 километров наблюдается землетрясение рядом с алматы 45 на глубине 20 километров здесь 40 на глубине 16 километров давайте посмотрим что это к востоку от шимкента между шимкентом и джамбулом на границе казахстана и узбекистана вот такая вот у нас сейсмичность ну мне кажется очень хорошая карта можно пользоваться юзер gc 5 пишет спасибо очень интересно благодарю вас и егор пишет спасибо за обзор алекс тоже благодарю и виталий вич талюк пишет спасибо ну что благодарствую за обратную связь теперь идем дальше вот смотрите здесь уже такой больше глубины 63 на глубине 178 километров как раз вот это япония давайте по сервину в сибири видно что не попадает сюда до сибирского отделения ран зато камчатка 46 на глубине 100 километров хотя здесь знаете здесь есть такая фишка мне кажется здесь можно переключить базы данных и тогда вот получается такая вот система мы видим здесь сразу много землетрясения но получается где-то за неделю до сейчас я постараюсь это изменить так а ну все то видно что только одно землетрясение но тогда нет смысла тогда возвращаемся обратно к мс и ставим все все четко все четко так смотрим 5 и 5 вот здесь на голове 54 километра а произошло в восточной японии то что мы отмечали 41 здесь 292 километра здесь 7 5 и 8 15 километров до вот это чувствительно 46 45 на глубине 28 километров вот здесь сразу северные филиппины видите уменьшились в размерах здесь троечки 3 4 10 километров 3 0 на глубине один километр как-то пошло все гораздо ниже но вот можно увеличить тогда будет лучше 37 41 километр 36 10 здесь 39 на глубине 65 километров средний глубины 31 18 километров это 38 20 километров 50 на глубине 10 километров здесь видите как появляется крупное землетрясение так более мелкие сразу практически в пыль превращается такой интересный подход на 30 на глубине вот здесь это 32 километра так это что у нас калимантан индонезия здесь 39 на глубине 10 километров здесь 42 74 километра 35 117 километров салависи 33 20 километров здесь 30 10 27 10 километров так давайте смотреть что у нас здесь сумма то 32 11 километров и вот здесь 44 на глубине 32 километра это напротив южные суматры 34 10 километров напротив она крокота 32 14 километров здесь я в 411 10 километров и 34 39 километров видно что все неглубокие да здесь землетрясения в море банда как-то необычно мало землетрясений 44 вот западная папа на глубине 34 километра затем 46 на глубине 10 километров море бисмарка давайте глянем что тут у астралии попало или нет да попали смотрите есть один и два аж магнитуды на глубине три километра в западной австралии так что все вполне ловится то есть можно использовать 4 9 на глубине 18 километров от соломонового острова средней глубины даже почти глубокая 190 километров здесь 4 9 вануату 47 на клубе 167 километров и 48 на глубине 130 километров как-то притихлить фиджи но новая зеландия до 32 на глубине 5 километров это а южный остров ну что давайте посмотрим не сообщат ли ребята что-нибудь про антарктиду но ничего нет ничего нет в антарктиде в африке в индийском океане тоже не видно ничего давайте переходим в америку видно что америка тоже не попадает данные с американской геослужбы но зато неплохо по аляске по крайней мере неплохо здесь калифорния освещена смотрите вот эта серия которая произошла да тут и в океане 33 на глубине один километр и 21 у сакраменто и здесь 45 да ну сложно здесь сепарировать разделять то есть между землетрясениями 40 здесь на глубине 0 километров 3235 на глубине 5 километров очень-очень не глубокие землетрясения 2 и 9 на глубине 8 километров южнее да тут 32 и 329 километров 266 километров глубина ну что мне нравится мне нравится в целом 34 вот здесь вот это небраска до оклахома 2 и 5 техас здесь не попал видать по времени уже больше суток 364 километров северные западной мексики 32 на глубине 8 километров здесь северная мексика тоже 38 на глубине 10 километров 35 на глубине 5 километров у колемы здесь вот южнее капулька серия такая 36 36 на глубине три километра очень неглубокие здесь 3711 километров 4016 380 километров 4018 вот и мало здесь 42 на глубине 15 километров то вот здесь есть и средний глубины 3778 километров 3931 никарагуа 3686 но и более мелкие здесь двоечки неглубокие 3727 километров так вот здесь мы посмотрели в американской геослужбы здесь средней глубины в основном не глубокие но вот есть и со стороны гаити 37 на глубине 11 километров северный перу 4029 километров он же эти боливия здесь 43 на глубине 190 километров более мелкие 38 и 37 на средней глубине северной чили и еще более мелкие из двоечки 50 километров и 2955 километров северной чили здесь 2948 3756 3882 и 3035 километров так вот здесь 34 на глубине 10 километров со стороны аргентина сантьяго что-то притихло но зато вот есть на юге здесь 30 на глубине 10 километров что смотрим сэндвичева острова на сэндвичевых островах вроде бы как ничего нет но зато есть вот здесь вот на юге тихого океана 5 и 2 15 километров и 48 а тоже на глубине 15 километров мне кажется отличная карта можно использовать но мы теперь давайте с вами закончим швейцарию что здесь но в целом активность очень небольшая но вот опять на юге германии здесь граничит и до италия здесь рядом с мантбланом активность да и со стороны франции тоже вчера отмечалась ну и на юго-западе вот здесь в районе сьерр тоже не спокойно швейцарии но с вами был алекс канобель лап напишите тогда как вам эта карта заходит или нет желаем отличного поражения